По-голубиному, ну-ка поцелуй, 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 давай, давай, по-голубиному. Поцелуй-ка свою суженую, ряженую, по-боярски. Тамара Ивановна и Юрий Сергеевич Жариковы поженились, когда им было всего по 20 лет. 9 июля они отпразднуют важный для их семьи праздник – бриллиантовую или, как еще говорят, алмазную свадьбу. Тамара Ивановна признается, в первый день знакомства со своим будущим мужем она и подумать не могла, что проживет с ним 60 лет. На танцах я была с подружкой. Подошел молодой человек, пригласил меня танцевать. Я ему отказала, а подружка моей говорит, ну посмотри на парня, что же ты такого хорошего обидела-то. На следующий день молодые люди опять встретились. И Юрий снова решил попытать счастье и пригласил Тамару с ним потанцевать. На этот раз удача ему улыбнулась. По-настоящему крепкую пару в день семьи, любви и верности, который как раз накануне юбилея, поздравили от имени руководства муниципалитета. Супругам вручили поздравительный адрес от главы округа Андрея Булгакова. Цветы и небольшой подарок, который непременно пригодится в семейной жизни. Прямо перед домом Жариковых для них выступил ансамбль русской песни «Распевы». Сегодня супруги вспоминают, что в день, когда они должны были расписаться, буквально все шло не по плану. Сначала на регистрацию брака опоздала сотрудница ЗАГСа. После она же неверно записала фамилию новоиспеченной жены. А еще Юрий потерял обручальное кольцо Тамары, которое должен был надеть ей на палец. Но, как оказалось, в случае с этими влюбленными никакие плохие приметы не сработали. И секрет долгой совместной жизни пары просто сложен одновременно. Лично я считаю, что если уступить в малом, выиграешь в большом. Это мое такое мнение. А я считаю, конечно, я присоединяюсь к нему, но надо друг друга уважать. Сейчас у Тамары Ивановны и Юрия Сергеевича уже пять внуков и два правнука. Молодое поколение ценит своих бабушку с дедушкой и старается на них равняться. Мария Буржинская, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.